Братья и сестры, сегодня праздничный день. 45 лет – это большой праздник. Да каждый год, братья и сестры, упоминая, когда пробуждение Церкви Христовой, мы вспоминаем милости Господней, это для нас всегда праздник. Испытали мы немало трудностей. И трудности эти, они нельзя сказать, что они нас задавили, потому что мы уповали на Бога Всевышнего, и трудности казались они не таким-то тяжким временем, который способен раздавить нас окончательно. Место Святого Писания, которое я хочу предложить для нашего размышления, братья и сестры, можно, нужно прочитать 17 глава, 1 стих «Бытие». «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Я повторяю. «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Это короткие слова, но, знаете, когда мятежная головка, когда уставшие силы, когда перспективы впереди никакой, то эти слова будут мягкой подушечкой для вашей головки, где так легко будет отдохнуть упованием на Господа, когда совсем тяжело, когда выхода ты не видишь, тупиковая ситуация в жизни. «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. Это гарантия моего могущества». И, знаете, тогда так легко и легко. И успокоишься, хотя и не знаешь, каким образом Бог выведет тебя из той ситуации, которая тебя так теснила. А ситуация-то была, братья и сестры, совершенно непростая. Была совершенно необходимость что-то делать, ну что делать. И решили братья написать послание, а потом назвали его первым. Обратились к народу Божьему, что необходимо пробудиться. Так жить нельзя, нельзя так жить, как мы живем. Это был 61-й год, август месяц. А какие же обстоятельства были? Для нас никакой перспективы, по-человечески, конечно, говорить. Никакой перспективы. Молитвенные дома закрывались. Если хотите статистики, скажу вам, в 60-м году 300 молитвенных домов закрыли, то есть забрали регистрацию, это значит повесили замок. 300 молитвенных домов по Советскому Союзу закрыты были. Эта же перспектива ждала и в 61-м году, и в 62-м, и в 63-м, и в 64-м. А в 65-м году постановление, решение было Политбюро ЦК КПСС, последнего верующего, показать по телевизору. Все, закончено. Оставалось-то, казалось бы, кто верит сильно мира сего, тем больше и планировать нечего. Четыре года всего осталось жить-то, если верить серьезности их решения ЦК КПСС. И вот когда обратились во всех Б, к старшим, Житкову, Кареву, предложили, более 30 лет съезда не было, давайте обратимся в государственные органы, чтобы нам разрешили съезд. Они нас высмеяли и сказали, вы хотите подняться выше Гагарина. Ну, в то время, а модно было это слово, в 61-й год Гагарин летал, один виточек сделал. Вы, говорит, хотите пробить Кремлевскую стену своим лубом? Миллионы разбились. Бесполезно. Разве вы не знаете решение ЦК КПСС? Через 4 года последний молитвный дом закроют в Москве, Маловузовская, дом 3. Вот и все ваши планы там рухнут. На что вы рассчитываете? И нам соболезновали наши глупости, как они говорят. А мы распространили эти письма. Помню, мы пришли в Ленинградскую церковь. Кирюханцев там был пресвитер тогда. Предложили от церкви написать это письмо Харатайстева о созове съезда, что нам нужен съезд. И вы знаете, сколько подписей собрали? 45. Более 2000 членов было. И отправили в Москву. А из Москвы пришло уполномоченному Ленинграда. А Ленинградский уполномоченный Васильев отдал Кирюханцеву. И вот всех 45 вызвали в канцелярию и предложили. Или отказываясь от подписи, или тюрьма. Вы знаете, сколько осталось подписей? 17 подписей всего осталось. Это история. Радуюсь, что из 17 вот сегодня вот столько, сколько есть вот здесь и вы. И вы в том числе. Благодарение Богу. Я Бог всемогущий. Когда все все отказывают. Когда кажется, нет никаких перспектив. Ты только ходи предо мною и будь непорочен. Я все остальное беру на себя. Я Бог всемогущий. Он говорит, я все могу, братья и сестры. Возьмите самого доброго человека, который вам что-то пообещал. И вы твердо знаете по доброте его, по характеру его. Сколько вы с детства знаете его, он выполнит обязательно. Да и может и не выполнить. Хоть он и добрый, но он не всемогущий. Он человек. То заболеет, то там еще что-то. То обстоятельства уже больше не позволили обещанию сбыться. Ну, а Бог наш всемогущий. И если он сказал, что из моей руки никто не похитит, то это не похитит. Никто не похитит. Да, 300 молитвенных домов закрыли. Да, еще 500 закроют. Да, еще и еще. И нас тюрьма закроет. А слава Богу, а мы стоим только лишь потому, что Бог наш всемогущий. Когда нам угрожали, когда нам говорили в тюрьмах, если вы не соглашаетесь работать с нами, быть тайными агентами органов власти КГБ, тогда вы никогда не выйдете на свободу. Никогда. Да, и вот подходит пятилетний срок, заканчивается. На сегодня нужно уже выходить. Пять лет прошло. Город Омск. 27 декабря, 85-й год. Меня ведут в кабинет начальника лагеря. Там судья, прокурор, адвокат пришел. Добавляют еще два года. Ну, прокурор просил три, а мне добавили два. За что? Прокурор меня спрашивает. Гражданин подсудимый, вы согласны, что вас справедливо осудили и вы отсидели пять лет? Вы согласны с этим, что закон наш справедлив? Я говорю, нет, не согласен. Граждане судья, какие нам уже нужны свидетели? Он клевещет на советскую действительность. Советский суд осудил, а он говорит, что он не согласен. Прошу еще три года за клевету на советскую действительность. Ну, дали два. Жена, дети, друзья с цветами ждут у ворот. А им капитан выходит и говорит, через два года придешь. А ко мне подходит представитель КГБ в камеру и говорит, «Итак, поздравляю тебя с двумя годами. А пройдут эти два года, будешь упрямиться, еще три добавим. А впрочем, знаешь что? Меня все больше и больше, и убеждаюсь я, что напрасно мы вам даем года, надо вас послать в психбольницу. Все-таки это ненормально, что вы до сих пор верите в Бога. Скоро коммунизм будет, а тут вдруг кто-то верит в Бога. Что-то ненормально с вашим мышлением. Не пора ли вас определить в больнице, чтобы там полечили? Братья и сестры, скажите, после этого разговора будет веселое настроение? Будет доброе настроение, если опять вспомнишь эти слова. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Условия Бог дает, все остальное берет на себя. А через два года освобождают, тот же человек пришел накануне освобождения, за четыре дня до освобождения, и говорит, «Ну ладно, мы решили вас освободить». «Да не вы решили, Бог приказал!» «При чем здесь вы?» «Ну да ладно, я-то помалкивал, я про себя так рассуждал». Братья и сестры, какие славные братья и сестры прошли перед нами. Не надо думать, что нам легко достались вот эти девочки и мальчики. Я знал, что освобождалась одна сестра, пять лет отбыла в лагере, но я не смог быть на ее освобождении. Был большой праздник, много народу было, и она рассказывала. Я слушал по кассете, и я обратил внимание, что в одном месте она не то что схитрила, нет, она не хитрила, она просто недоговорила, она кое-что упустила. Ей задают вопрос, «Сестра, вы были в карцере?» «Да, была. Сколько? Пятнадцать суток. Расскажите о условиях в карцере». И она говорит, «Нары опускаются в десять вечера, а поднимаются в шесть утра, пристегиваются к стенке». А я обратил внимание, я знал, насколько дороги, дороги нары, когда кругом мокрый цемент, неприятно стоять, а ты обречен стоять до следующих десяти вечера, а тут она поднимается не в шесть, а в пять. Ну, думаю, ладно, я взял эту кассету себе в карман, в портфель, ну, и поехал к ней, когда представилась возможность. Ну, и говорю, что, «Расскажи-ка, почему же ты просыпалась-то в пять часов утра, а не в шесть?» Немножко она, ну, не хотела немножко говорить-то, но потом все-таки рассказала. Нужно было приготовиться заранее к подъему. Она, когда спала на нарах, то ее волоса примерзали к нарам, и в шесть утра, если она проснется, то надо рвать эти волоса. Надзиратель не будет ждать, когда она приведет себя в порядок. Так надо было ей отогреть эти волоса, чтобы они отлипли от льда, от этой полки, привести себя в порядочек. Она об этом... Я говорю, а что ж ты об этом-то не рассказала? Она говорит, а я не хотела пугать никого, а то испугаются, и никто больше не захочет. И не так все просто, но, братья и сестры, Бог-то всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И слава Богу, слава Богу, опять на ногах и опять прислужение. А за что все это? Только лишь потому, что она занималась детьми. Как могла, так и занималась, никогда не будучи учительницей, но как могла, душу свою вкладывала в детей. Вот и вся причина, почему некоторые у нее неудобства. Мы не устраиваем памятники ни братьям, ни сестрам, хотя славные, благословенные жемчужинки есть в наших рядах по всему братству дорогому. Все падет, а церковь будет стоять. Нам говорили, что последний раз когда-то покажут нас по телевизору и на этом все закончится. Советского Союза нет, а мы все еще есть. Они исчезают, а мы вечны. Мы навсегда. Мы обратились к Господу не для того, чтобы здесь нам просто хорошо прожилось, а для того, потому что полюбили Господа и хотим Его здесь прославить. Но здесь словословие у нас только начинается. Мы Его продолжим словословить в вечности и никогда конца не будет. Я повстречал славных братьев, сестер на своем пути. И каждый год по-своему прекрасен. Сорок пять лет. Только лишь не задавайте мне трудных вопросов, когда начнутся вопросы. На некоторые вопросы я отвечать не могу. Ну, например, иногда задают вопрос такой. Назови, какой год самый трудный или самый легкий, самый радостный или самый такой тяжкий. Нельзя на этот вопрос мне отвечать, потому что я не знаю, как ответить. Каждый год по-своему прекрасен и каждый год по-своему труден. Не надо думать, что самое трудное, когда в тюрьму посылают тебя. Да нет, неверно. Это неправда. Самое трудное, когда изменяешь Господу. Вот это трудно. Вот это тяжко. А самое лучшее, когда Господь заканчивается день, а Господь говорит добрый и верный раб. Это самое светлое. Я на своем пути встретил Савченко Николая Романовича, пресс-фитера Омской церкви. Он в 87-м году уже встретился с Господом и решел в вечность. Когда меня в 80-м году прислали в Омск, в лагерь, в третью колонию, ко мне подошли группа заключенных и говорят, ты знаешь такого, Николая Романовича? Я говорю, Савченко, знаю. Я говорю, при свете Ромской церкви он недавно освободился, пять лет он был здесь. Один задает вопрос, а ты такой, как он? Я говорю, ребята, я мне на пять лет, я пять лет буду с вами. После пяти лет вы сами скажете, такой я или не такой. Вам судить. А один говорит, мы не знаем, какой ты, но лучше, Николая Романовича, ты быть не можешь. Мне, знаете, мне это понравилось. Понравилось от души, я был рад этому. Но интересно, я говорю, что, а почему ты так говоришь-то? Откуда у тебя такая уверенность? Да потому, что Николай Романович до конца святой человек, вот чего. И он понимает, что более свято жить невозможно, чем мой брат Николай Романович. Я вам скажу, у меня был настоящий праздник, слыша это слово. А я говорю, ну, хоть что-нибудь расскажи тогда за него, если ты так говоришь-то. И он рассказал один эпизод. Их десять человек, говорит, прислали в лагерь в тот день. И мне, говорит, поручили отвезти их в столовую, покормить. они же целый день не кушали. Я их посадил так вот, десять мисок, супу дал в столовой, и они все вынули ложки свои, у каждого ложка своя, из кармана, и начинают кушать. А Савченко положил ложку, встал, закрыл глаза, руки молитвенно сложил и молится Богу, подняв лицо немножко кверху. А я никогда в жизни, говорит, не видал, как люди молятся Богу, никогда. И испугался, думаю, еще глаза закрывает, как в детском саду. Что, он первый раз в тюрьму попал, что ли? и взял миску и переставил на другой стол. Все молчат, и всем интересно стало, что теперь он скажет, будет знать, как закрывать глаза. Он помолился, сел, смотрит, миски нет. Он кладет ложку в карман и выходит со стола. Я ставлю, миску на место и говорю, садись, садись, я пошутил. А он говорит мне, нет, ты не пошутил. Что, шуток не понимаешь? Ты знаешь, кто я такой? Нет. Я пресс-витер Омской церкви. А у нас такой порядок, когда мы приходим на место новое, мы весь день в посте должны быть. А я забыл. Я голодный и решил кушать. А Господь сказал тебе, забери у него миску, ему не положено. И ты забрал. Ты меня не обидел, ты выполнил то, что тебе было, какое было тебе указание. И я благодарю тебя. Я смотрел на него и думаю, издевается он родной или нет. Я ходил, допоздна ходил, пока отбою не стало. Я понял, что у него в кармане-то ничего не было. Он не кушал, совсем не кушал. И я больше с ним никогда не шутил. Велик наш Бог, когда мы ходим в святости и чистоте, ходи предо мною и будь непорочен. А я Бог всемогущий. Братья и сестры, иногда бывает непросто нам прославить Господа. Какие-то пустяки порой, пустяки самые настоящие, но Бог нас испытывает. Однажды мне даже неудобно этот пример приводить неудобно, но все-таки я постараюсь победить себя. Была Пасха, пасхальное утро, я проснулся чуть раньше, конечно, раньше шести, решил поздравить всех с Пасхой Господней. Как только лишь объявили подъем, а человек, наверное, тридцать или сорок, я уже сейчас не помню, сколько было, большая комната, двухъярусные койки кругом, я говорю громко, громко, я говорю, ребята, Христос воскрес, смотрю, один высовывает голову из-под одеяла и в полголоса говорит, святой, ты что, с ума сошел? Отчего сошел? А ты знаешь, что тебя через полчаса в карцер на 15 суток посадят за агитацию? Какая же это агитация? Я просто сообщаю, что он воскрес, вот и все. Ну, через, наверное, час меня вызывают на вахту и говорят, ну что, агитацией занимаешься, да? Я говорю, ну понемножку, а как раз смена была наступающая и сдающая, две смены, народу много собралось там, начальник лагеря, ну скажи, что там произошло? Я говорю, а чего, ничего не произошло, ну, с чего там, вот, агитация-то, с чего начиналась? Я говорю, ну это не агитация, ну, а в общем, я поздравил с Пасхой Господней, с воскресением, а как сказал? И вы знаете, я понял, что он хочет, чтобы я всем рассказал, только неудобно ему сказать-то, проведи беседу, такая вот обстановка, сам Бог создает ее, и минут 15 пришлось говорить о воскресении Иисуса Христа, а потом начальник говорит, ну хватит, хватит, на 15 суток наговорился, ну и повели меня на 15 суток карцер, капитан решил провести меня, обычно какого-нибудь сержанту дают, а здесь капитан, а заключенные уже знали, за что меня ведут, а нужно было по всему лагерю провести через аллею, туда, в углу лагеря карцер, они кричат, святой Христос воскрес, но я понимаю, не для того, чтобы поздравить, а чтобы начальство подразнить, и вот меня спрашивает капитан, ну в какую хату тебя посадить-то, я говорю, да мне все равно, в одиночку согласен, но обычно-то и не спрашивают, а у него как-то такое расположение, я говорю, согласен, ну в одиночке побудь, остудись немножко, а там две двери, одна глухая дверь, а другая решетчатая, и вот решетчатую дверь закрыл, я один остался, а потом через решетку спрашивают меня, как ты сказал, я говорю, чего сказал-то, ну как, чего, ну с чего ты начал день сегодняшний, я опомнился, я говорю, Христос воскрес, он улыбнулся, и тихонечко, воистину воскрес, и закрыл дверь, чтобы никто не слыхал, и думаю, как зябка почва под безбожным миром, хотят они и не могут встать на ноги, даже слово боятся сказать, Бог всемогущий, только ходи передо мною и будь непорочен, а я покажу чудеса законов моих на всем окружающем, где бы ни ступила нога твоя, я Бог всемогущий, скажите, а почему же кругом так серенько и пусто, почему сегодня вы не пригласили сюда соседей ваших, а может быть соседи по лестнице даже не знают, что вы верующие, а почему сама жизнь наша не является магнитиком всех окружающих к Богу, в чем дело, если Бог всемогущий, но он не может ничего делать, если не ходим перед ним, и если какой-либо порог есть у нас, я хочу напомнить, братья и сестры, много, очень много теснили Иисуса Христа, очень много людей, ели хлеб и насытились, и ходили за Иисусом Христом, но никаких перемен у них не было, и рассаживались толпой, знаете, так по рядам, по пятьдесят и по сто, и так вот дружненько кушали и хлеб и рыбку, и добрая память была о Христе, но ничего больше, ели хлеб и насытились, вот и все, добрая память, или же десять прокаженных, очисти нас, очисти нас, идите к священнику, и по пути они исцелились, и только один из десятерых приходит и поклоняется Господу, а Христос знает, сколько их было, и говорит, а как же ты один, а где же девять, братья и сестры, а где девять, побежали кто куда, кто домой, давно не был дома, кто друзьям, в общество, в которое не могли входить, они все исцеленные, все исцеленные, а прощение получил, только один, те получили исцеление, испытали силу Господню на себе, и ничего больше, а прощение получил, только один, толпа окружает Иисуса Христа, и многие прикасались к Нему, неожиданно, нечаянно, а исцеление-то получила только одна женщина, которая с верой прикоснулась к Иисусу Христу, Милые мои, здесь очень много тех, которые теснят Иисуса Христа, и спеть могут, и сказать могут, и даже выучить стихотворение могут, но не записаны имена в книге жизни, они теснят Иисуса Христа, и многое могут рассказать интересных эпизодов из жизни, как их рассаживали по пятьдесят и по сто, как интересно судили, как вел себя Иисус Христос перед Пилатом, как вел себя на кресте, а возвращались биясь себе в грудь все, которые были свидетелями этого, словом, вся жизнь Иисуса Христа у них в памяти может быть, но не больше того, в суете прикасаться к Иисусу Христу, не прочувствовать Его могущество и силу внутри себя, это несчастные люди, прямо скажу вам. Если вам по пробуждению поутру не хочется петь, прославить Господа, вы не знаете силы Божьей. Если вы не без трепета сердца идете из собрания и вам хочется о чем угодно поговорить, о чем угодно, кроме как о величии Господа, если нету трепета священного благоговения перед Ним, вы видали Иисуса, вытеснили Его, но не прикасались с верою. Вот беда в чем. Девять бежали от радости и говорили всем, нас исцелил Иисус из Назарета, а только лишь один говорит, не только исцелил, Он меня простил все грехи и благословил все будущее мое. Кто-то, может быть, в переживаниях своих не дерзал прикоснуться к Иисусу Христу, чтобы получить прощение грехов, чтобы начать новую жизнь, чтобы имя Его было вписано в книгу жизни. Такую душу приглашаю прийти и склониться пред Господом, и мы помолимся вместе с Тобою, дая себе знать, чтобы мы помолились о Тебе, и Ты будешь не в числе просто теснивших Иисуса Христа. Сила Господня, она, войдя в Тебя, преобразит всю жизнь Твою. Вся биография Твоя начнется с сегодняшнего дня. Вот я о чем говорю. Как у того человека, одного из десятерых, у него начало общения с Богом по-настоящему началось тогда, когда он один пришел, и Бог ему сказал, прощаются тебе грехи. А тех девятерых, остальных, они просто выпросили милость у Бога, и на этом все закончилось. Встречайте многих-многих и спросите у них, верят ли они в Бога. Они сказали, конечно, конечно, какой чудак не верит в Бога. Я был больной, Бог меня исцелил, у меня не было денег, Бог мне послал, а вы знаете, какое чудо, вот я, ну и прочие начнут рассказывать, какие Бог посылал чудеса. Те девять прокаженных, они тоже могли многое рассказать о чудесах, как они исцелились, но не больше, но никак Бог простил их. Итак, да поможет Господь каждому из вас, проверив себя, отозваться на призыв Господень, и пусть и для тебя будет сегодня начало славного и славного праздника великого дня Господнего. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok